Всем доброе утро! Время 6 утра Приехали на недавно открытую нами поселушку времен Грозного Где мы нашли чешую, крестик и что-то еще Но не стали ждать долго Приехали через 2 недели после того, как мы ее нашли Но погода, так скажем, не ахтись Сейчас льет дождик На нас идет гром, молния Все как положено Мы вроде бы так немножко подготовились, но совсем чуть-чуть Что сегодня будет, мы не знаем Обратно уже дороги нет Придется копать и мокнуть Мокнуть и копать В грязи, но копать А как известно, чем сложнее коп, тем находки-то жирней То есть кубышка инкалпионы сегодня просто обеспеченная Ну что, все, мы идем, не переключайтесь Ну вот, как и обещалось, идет дождь Сидим под деревом, под плащами Ну вот так вот и у нас коп начинается Но сейчас, думаю, он закончится И пойдем за своими инкалпионами Сейчас земля чуть подмокнет Электропроводимость станет выше И будет все зашибись Так, друзья, ну вот, наконец-то дождик закончился Пока был дождик, я не снимал Чтобы лишний раз камеру не мочить Ну, сейчас вот покажу то, что мы нашли Начнем с простого Начнем с конины Обычное Дальше Золото с бриллиантом Вот такое вот Но это, конечно, не золото и не бриллиант Это образное выражение Украшение Это часть височника или часть чего-то Вот это вот минут пять назад было найдено Колечко Ну, колечко это 17-й, наверное, век примерно Но целое, хорошее, красивое Вот оно, ребристое такое Далее Вот Крестик Крестик вообще суперский Крестик вообще в идеале Вот такой вот Это уже пораньше Это примерно грозненские времена Ну, плюс-минус Так, что еще? Ну, это уже в другом месте На другом овраге Мы нашли несколько находок Вот эта часть браслета Очень похожа на домонгол И вот такую штуку Не знаю, что это и от чего это Ну вот Комары С дырочкой Вот такая вот Красивая Ну, сейчас вот Выглянуло солнышко Вернулись на На то место Где мы в прошлый раз Чешую находили Думаем, еще здесь Что-нибудь да и найдем Итак, друзья Сейчас Коротко В двух словах Еще раз Расскажу О концепции Лесного копа То есть Сначала нам Нужно найти Овраг Ручей Или речку Или ручей В овраге Но не обязательно Он 300 лет назад Там мог быть И сейчас Это возможно Пересохло Но на больших оврагах Очень часто встречается То, что там до сих пор Ручей Там до сих пор Вода Идем Много километров Нам сначала Нужно найти Это место То есть Детектором Машем Быстро Идем Быстро Мы не ищем Цель Мы ищем Место А место Мы Находим По некоторым Критериям Во-первых Это Рельеф Это Высота Оврага Склон Оврага Чтобы не было Болота И чтобы не было Слишком высоко Там 20 метров Обрыва Далее Ориентируемся По черноте Очень часто Бывает так Что на всем Протяжении Оврага Встречается Чернота Вот И Идентифицировать Так скажем Поселение Ну не получается Уже Сколько раз Так было Что Вот Кованый Гвоздь Идем 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 Вот еще Кованый Гвоздь Еще 500 метров Прошли Еще Один Гвоздь А вот Определить Концентрацию То есть Пошли И вверх От оврага И вниз От оврага И в разные Стороны Везде Есть Кованые Элементы Везде Есть Гвоздь Или что-то Типа Этого Нашли Место Предполагаемое На этом Предполагаемом Месте Земля Как правило Она И мягче И Темней Так Что Еще Важно В ямках Которые Вы копаете Ну допустим Любой Черный Сигнал Обращайте Внимание На Вкрапление Кирпича Или Кусочки Керамики Чем Этого Больше Тем Поселение Ближе И На Поселениях Ну Так Скажем В зависимости От Местности От Земли Находки Могут Быть На Разной Глубине То Есть На Одном Мавраге Чешуя На Сверху 15 Сантиметров Допустим На Другом Мавраге Из-за Свойств Земли Течений Еще Там Чего Талых Вод Находки Все Опускаются И Сверху Остается Только Чернота Вот И Детектор Очень Часто Видит Какие-то Непонятные Черные Сигналы Там Даже В одну Сторону Есть В другую Нет И то Он Слабый Такие Сигналы Тоже Важно Копать Именно На Глубине Очень Часто Встречаются Полезные Цели Ну И К примеру Я Сейчас Сумку Свою Высыплю С мусором И Посмотрите Вот это Примерно Два Или Три Выхода Сколько Черноты И Сколько Различного Мусора Выкапывается Смотрим Вот это Два Или Три Выхода Это Средневековая Это Имперская Это Советская Это Проволка Это Сигареты Вот Наперстки Ножи Вот Эти Вот Маленькие Кованые Гвозди Вот Они Очень Часто Дают Цветной Сигнал И Вот Этих Кованых Гвоздей Выкапывается Просто Немеренное Количество Вот Такой Вот Дроби Она И побольше И поменьше Вот Тоже Цветной Сигнал Его Тоже Она Очень Сильно Мешается Вот Обломочки Всякие И И Современные Ну Это Грибники Теряют Илищ Вот А вот На краю Леса На Где-то Возле Полей Ну Вот Всем Знакомый Пенициллин Все Его Десятками Копали Вот Как-то Так Вот И Примерно На Как Сказать-то На 50 Сигналов На Цветных Черных Приходится Примерно Одна Находка То есть Копать Надо Много И Вслушиваться В прибор Для Прибора Что Важно Для Средневековья Это Высокая Частота Чем Частота Выше Тем Уловимость Мелких Сигналов Она Лучше Но Есть Один Существенный Минус Высокая Частота Она Не Очень Глубокая Раз Частота Она Менее Стабильна То есть Если я Пойду По Траве Включу 20 КГц То Мне Чувствительность Надо Будет Убирать Процентов На 70 Тогда Я могу Различать Какие-то Сигналы А Высокая Частота Или По Весне Когда Гладко Когда Не Цепляешься Ни за Траву Ни за Ветки Почва Влажная Электропроводимость Высокая Вот Тоже Важно Чувствительность Прибора Надо Уменьшать И Правильно Балансировать Прибор Вот У У меня Сигнум Он Очень Так Скажем Чувствительный Ко Всему Этому И Его На Каждом Месте Нужно Очень Тщательно Настраивать Так же И Высокочастотные Деус Тоже А вот Майнлабовские Приборы Они Как правило Менее К этому Зависимы И подвержены Различным Грунтоглюкам Ударом Вот Сейчас Камрад Кричит Что он Крестик Нашел Сейчас Покажет Сейчас Принесет Сейчас Выключи Пока Чтобы Его Не светил И Вот Только Что Вот Минуту Назад Вот Камрад Нашел Вот Крестик Вот Какой То Такой Вот Непонятный Но Он Подушедший Немножко Ладно Ладно Некогда Мне с вами Больше Говорить В итоге Скажу Все решает Пройденные Километры И Количество Выкопанных Сигналов Ну Идем Второй Или Темный Но Вряд Ли Темный У темного Как-то На Вроде Другие Ну Вот Красота Какая Все Решают Километры И Количество Сигналов Вот Этот Сигнал Он Был Не пойми Какой То Есть С Проблесками Чего-то Там Даже Черноты Не Было Сейчас Хожу В режиме Озвучки РВМ 99 И Вот Она Вот Дает Вот Такой Под Крякивающий Нечеткий Но Под Крякивающий Сигнал Вот Сейчас Придется Копать Все Под Крякивающие Подпискивающие Сигналы Потому Что Все Явные Сигналы Мы Здесь Уже В прошлый Раз Вытащили Сейчас Будем Копать Глубокие Сейчас Камрад Здесь Лез Кричит Нашел Что-то Интересное Давайте Смотреть Чего Нашел Нашел Он Действительно Интересная Вещь Вот Даже Вот В земле Это Видно То Что Это Непростая Чешуйка То Что Это Непростая Вот Земля Как Въелась Так Все Выключи Пока Ну Вот Сейчас Провели Небольшие Водные Процедуры Это Какая-то Дико Старая Удельная Чешуя Подражание Монгольским Дирхемам Но Это Не Дирхем Это Наша Вот Эти Вот Точки Вокруг Монеты Это Обычно Наши Ставили Но Вторая Сторона Немножко Ушедшая Сейчас Вставлю Фото И Тогда Поточнее Все Покажу Вот Такие Вот И Находки Тоже Бывают Не Не Ожидали Вообще Ни разу Не Ожидали Пока Я тут С вами Общался Камрад Еще Нашел Одну Интересную Монетку 10 копеек 882 Год Ну Края Врага Канину Мы Здесь Находили Здесь Или Тропинка Была Или Какая Дорога Была Может быть В имперское Время Ну Вот Обычная Потеряшка Лежала Ну Примерно На штыке Вот Много Корней И Чуть Чуть Лопаткой Он ее Задел А так Монетка Практически В идеальном Состоянии Фотографии Все покажу Так Все Теперь Самому Надо Еще Что Небудь Найти А то Все Снимая Снимая Искать Некогда Уже Получается Ну И Конечно Же Какой Коп Без Совета 5 копеек 46 Год Это Ну Вот Как я И Говорил Здесь То ли Дорожка То ли Тропинка Проходила Вот И Практически Все Времена Все Все Эпохи Здесь Встречаются Ну Вот Гуляю Вдоль Оврага И Вот Выпадает Еще Один Совет 2 Копейки 56 Год Тоже В принципе Неплохом Состоянии Забираю Ну Вот Из Последних Находок Вот 5 Копеек 911 Год Потертая Такая Но Более Менее Вот Прямо Под Самым Деревом В Корнях Куда Народка Этой Катушкой Не Заглянет Просто Так А Вот Мы Взяли Заглянули И Нашли Сейчас Находимся Непосредственно На Селище Оно Примерно 200 на 200 метров Изрыт Каждый Сантиметр Вот Большие Ямы Сплошняком Но Все Таки Мы Нашли Свою Монеточку Мы Нашли Чешуйку Так Вот Чья Она Сейчас Сейчас Так Друзья Результаты В принципе Все Видели Поселушка Оказалась Интересной Но Не Для Нас По Результатам Ну Что мы Видели Люди Были Там По осени Или Когда-то Ну В том Году И Приехали В этом Году Ее Добивать Приехали С лагерем То есть Видно Место Из-под Ну Для Палатки То есть Выровненное Потом Край Оврага Они Или Дримером Или Косой Чем-то Косили Вот Вынесли Практически Всю Черноту Чтобы Она Не Мешалась Мы Там Нашли Предположительно Михаил Федорович А вот На Дороге Вдоль Оврага И Удел И Империя И Советы Вот То есть Здесь Было Хоженое Место Но Когда Первоначальное Образование Этого Селища Мы Сказать Не Можем Потому Что Находов У нас Мало Только Одна Чешуйка Оттуда А Вынесли Все Металлы Для Того Чтобы Они Не Фанили Вот И Проще Было Что-то Искать Ну Все Ставьте Ваши Оценки Подписывайтесь На Канал Вступайте В группу Вконтакте До Новых Встреч На Полях И В Лесах